Уважаемые организаторы, большое спасибо за возможность представить наши самые свежие экспериментальные данные, которые выполнены в рамках совместной работы между Университетом Годельберга и Томским государственным университетом. Слайды по-английски я постараюсь медленно произнести доклад по-русски. Мы работаем уже давно над функциями опухолиосцерных макрофагов. У опухолиосцерных макрофагов есть много способов поддержать опухолевое развитие. К ним относятся инициация опухолевого роста, пролиферация опухолевых клеток, блокировка, как уже было сказано в предыдущих докладах, за счет спектра цитокинов адаптивного иммунитета и привлечения цитотоксических Т-клеток. Далее происходит самое неприятное, то, что по-английски называется ангиодженик свитч. Макрофаги опухолиосцерные способны включить интенсивный рост ангиогенеза. И растущие сосуды поддерживают уже очень интенсивную экспансию опухоли за счет того, что они привносят и питательные вещества, и кислород. Это позволяет уже перейти к следующей неприятной стадии – метастатическому процессу. На этом этапе ангиогенез выполняет также роль, дает возможность опухолевым клеткам проникать в сосуды и распространяться в виде метастатических конгломератов на дистанцию в другие органы. И также макрофаги поддерживают за счет секретируемых факторов. Они способны формировать метастатические ниши и способны даже готовить определенные органы к приходу опухолевых клеток. Это то, что они делают плохо. Для того, чтобы нам понять, насколько мы можем вообще этим процессом управлять, насколько макрофаги поддаются коррекции, в нашей лаборатории долгосрочно изучают вообще возможность их дифференцировки и пластичности. И первая работа по пластичности макрофагов происходит из нашей лаборатории. Она была сделана уже в 2005 году на человеческих макрофагов. И основным идеологом этой работы был Алексей Грачев. К сожалению, у нас были сложности эту работу опубликовать, потому что нам тогда не верили. Она прошла через семь журналов, прежде чем нам удалось опубликовать ее в журнале Immune Biology. После этого была вспышка работ на эту тему. И сейчас пластичность макрофагов не вызывает уже ни у кого никаких сомнений. Но первая работа по репрограммированию М1, М2 и М2 и М1 в человеческой системе была сделана у нас. И я горжусь тем, что я к этой работе имела очень непосредственное отношение. Также мы показали, что если мы берем моноцид, дифференцируем его ин витро, то в зависимости от того, какие стимулы мы ему даем, получаются моноциды со специфическими функциями. Причем эти функции сопровождаются целым молекулярным репертуаром. То есть вы по одному маркеру не можете сказать, что это М1 и М2. Вам нужно то, что называется молекулярный сеглюч. И эти молекулярные наборы, они характерны также для функции. То есть мы можем говорить здесь о функциональных биомаркерах. Например, если мы говорим о стимуляции интерлекин-4, то у нас макрофаги секретируют компоненты внутричного матрица, они секретируют металлопротеазы, они секретируют определенный спектр цитокинов. И эти макрофаги отвечают именно за процессы заживления. В то же время кортикоиды увеличивают скавенджинг функцию в макрофагах, их чистящую функцию. У ТГФ-бета еще более сложный спектр действия. Он вызывает как профибротическое, так и хронически воспалительное активацию макрофагов. Какие сейчас есть стратегии, разрабатываются для управления макрофагальным фенотипом? Это ингибиция рекрутирования в опухолевую массу, интерференция с выживанием макрофагов, реполяризация, стимуляция противоопухолевой активности или ингибирование проопухолевой активности. И также наиболее, я бы сказала, четко обозначенное по целям – это как мишень выбирать определенный фактор макрофагов и секретируемый. Здесь наиболее яркий пример – это ВЭДЖФ. Макрофаги секретируют ВЭДЖФ, против ВЭДЖФ существует целый спектр антител для блокировки ангиогенеза. А теперь я расскажу о нашей работе. Мы открыли новый класс медиаторов, который сочетает в себе свойства как цитогенов, так и выросовых факторов, и открыли, что эти медиаторы имеют противоположные функции в опухоле. Называются они хитиназоподобные белки. Первый из них, SICLP, был открыт в моей группе как легант к одному из рецепторов макрофага при помощи IS-2-hybrid. И потом, при помощи биоинформатического анализа, я практически организовала все хитиназоподобные хитиназные белки в одно семейство. Что у них характерно? У них есть гликоэтин-домен, это лектиновый домен, который способен, связанный с сухарами. Но если у настоящих хитиназ, эволюционно очень древних, есть еще и каталитическая активность, которая у низших форм организма позволяет бороться с патогенами, имеющими хитин, то у человека в организме хитина нет. А хитиназоподобные белки и хитиназа, они есть. И функция их физиологическая была очень слабо изучена. Вот хитиназоподобные белки, здесь есть три человеческих белка, SICLP, YKL39 и YKL40, они не имеют каталитической активности. Еще больше вопрос, если у них нет каталитической активности, что они вообще делают? На самом деле физиологическая функция их до сих пор неизвестна. Однако было показано, что YKL40 в сыворотке поднимается многократно у больных с различными формами как воспалительных заболеваний метаболических, так и у рака. То есть это не специфический показатель патологии. В раке он выделяется макрофагами, нейтрофилами и опухолевыми клетками, и он поддерживает как инициацию опухоли, так и опухолевый рост и метастазирование через несколько типов сигнальных путей. Наша задача была выяснить, что же делает YKL39 и что же делает SICLP в опухолях. По поводу YKL40 были разработаны даже блокирующие антитерла, которые приостанавливали рост опухоли груди в мышиных моделях. Про клинические исследования ничего не известно. Клиникул-транс это не пошло. Вопрос был, что делает YKL39 и что делает SICLP. Для YKL39 нами были получены уникальные антитела, сотрудничество с ГИКЛ-гольц-центром в Мюнхене. И первое, что мы сделали, мы проанализировали, экспрессировали целевая YKL39, опухоли груди. Это было сделано на когорте пациентов с раком груди в том онкологическом центре в кооперации с Надеждой Викторной Чертенцевой. И мы показали, что белок там есть. Белок есть во всех морфологических структурах, но больше всего этого белка в струме, где происходит приток первичных моноцитов, которые рекрутируются постоянно в опухолевую массу. Далее встал вопрос, какие клетки в опухоли экспрессируют YKL39, потому что YKL40 – это нейтрофилы, макрофаги и опухолевые клетки. Мы сделали серию окрасок в бокальную микроскопию и показали, что YKL39 экспрессируется исключительно макрофагами, позитивными на стандартной марке CD68 и на стабилин-1. Это маркер опухолевых макрофагов и альтернативных макрофагов. Но этого белка нет в опухолевых клетках, нет в эндотелиальных клетках, нет в травмальных фибробластах. То есть это специфический для макрофага белок. Далее было сделано механическое исследование. Я деталей не показываю. Но суть в том, что мы показали, что стабилин способен транспортировать внутриклеточный в YKL39. Зачем это нужно? Очень часто белки, вновь синтезированные, они токсичны для клеток, как лизосомальные гидролазы. Поэтому внутриклеточный разработана целая система рецепторов для гидролазов. Это моно-6-посфатный рецептор, которые забирают в биосинтетическом пути, узнают вновь синтезированные белки и транспортируют их в поздние лизосомы, в поздние эндосомы и лизосомы. И в макрофаге они используют лизосомы для секреции. То есть мы практически показали, что у нас есть транспортная система для того, чтобы вновь синтезированного YKL39 отправить в пути секреции. Это была очень интересная механистическая находка. Дальше у нас был вопрос, какие же функции есть у YKL39. Он есть в опухолиосерных макрофагах, в больших количествах. Что он там делает? Мы поставили инвитроанализ ангиогенеза. Это формирование трубочек Cube Formation SE использованием эндотелиальных клеток из пуповины. И показали, что YKL39 уже в концентрации 100 нанограмм на миллилитр сравнимо с контролем вызывает образование вот этих трубочков структур. Это стандартный тест на ангиогенез. То есть это очень эффективный проангиогенный фактор. Вторая функция, которую мы открыли, и это было неожиданно, потому что обычно проангиогенные факторы не являются аттрактантами для моноцитов. Вторая функция, которую мы открыли, это то, что YKL39 сравнимо с MCP1, который является основным химокином, привлекающим макрофагию в опухоли. Я не знаю, почему он прыгает. YKL39 вызывает, опять же, в системе инвитро интенсивную трансмиграцию моноцитов. То есть он является сильным кематрактантом для моноцитов. И через 3 часа его действия практически по интенсивности сравнимо с MCP1. То есть мы нашли ещё один химатрактант. Показали, что он проангенный фактор. И в сотрудничестве с Николаем Васильевичем Ледвиком мы проанализировали экспрессию YKL39 в опухолях груди до неоадъяванной химиотерапии и проанализировали ассоциацию экспрессии YKL39 с метастатическим процессом после неоадъяванной химиотерапии. И что мы увидели? Что экспрессия YKL39 повышенная, очень в высокой степени коррелирует с метастатическим процессом после неоадъяванной химиотерапии. Это очень интересная находка, потому что сейчас в интенсивной области исследования является взаимодействие макрофагов с различными химиотерапевтическими агентами. Мы это тоже делаем в рамках нашего грамота РНФ, но это просто выходит за рамки сегодняшнего доклада. Так вот, оказывается, что один из макрофагальных факторов, выделяемый макрофагами, чисто макрофагами, неопухолевыми клетками, способствует метастазированию после неоадъяванной химиотерапии. И мы считаем, что перспективно было бы развивать терапевтический подход для того, чтобы блокировать его действия и снижать вероятность метастазов. Это в сумме то, как действует YKL39. Он выделяется макрофагами, он вызывает ангиогенез, и в то же время он рекрутирует моноциты. Моноциты, в свою очередь, развиваются в опухолиостерном макрофаге. И вполне возможно, что после химиотерапии этот процесс позволяет вновь пришившим макрофагам проявлять проопухолевую функцию, в то же время привлекаются сосуды, и оставшиеся опухолевые клетки, реагируя на макрофагальную поддержку, имеют возможность выйти в кровоток. Такова наша гипотеза на сегодняшний день. Второй белок, извините, с вами меня... Есть возможность, 5 минут еще раз... 2 минуты? Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Второй белок, SICLP, оказался, что он имеет как раз не проопухолевое действие, а противоопухолевое действие. Мы сделали клетки карцинома груди мышиной, которые оверэкспрессировали белок SICLP, ввели подкожным мышам, показали, что SICLP экспрессируется в небольших количествах, но экспрессируется даже через 3 недели после развития подкожной опухоли, и показали, что при наличии SICLP в этих введенных клетках рост опухоли существенно снижается. В отдельных экспериментах в 3-4 раза. Это сильный эффект для небольшого количества белка, которое там выделяется. И у нас был вопрос, в чем же состоит механизм действия SICLP. Здесь показано, что при наличии SICLP у нас намного меньше приходит макрофагов. То есть, если Вайкл-39 является аттрактантом для макрофагов, то есть SICLP, будучи очень близким по структуре, является репеллентом для макрофагов. Мы это показали на нескольких маркеров. Эффект был статистически достоверен и для общего макрофагального маркера, и для специфических маркеров опухолиосферных макрофагов. И дальше мы показали также, что если мы берем SICLP, то, как мы его сделали. Был сделан альфавирус, альфавирус был внесен в клетки, они выделили SICLP, и эти кондиционированные супернатанты были использованы в анализе трансмиграции моноцитов. И мы показали, что при наличии SICLP у нас сильно снижаются привлечения трансмиграции моноцитов. Если же мы удаляем SICLP при помощи антител, вычищаем из супернатанта, то этот эффект пропадает. То есть это было очень специфично. Это было сделано на мышиных макрофагах. На человеческих моноцитах мы видели похожий эффект. И на этом этапе я бы хотела завершить, суммировать наши новые знания о хитиназоподобных белках и о том, что они делают в опухолях. YTI-39 привлекают моноциты, являются проангиогеном и коррелируют с метастазированием после неоадъевантной химиотерапии. По-видимому, создавая специальные условия для того, чтобы опухолевые клетки получили поддержку и возможность выйти в кровоток. SICLP, напротив, ингибирует опухолевый рост в мышечной модели, редуцирует инфильтрацию опухолиосцеров и макрофагов и делает это за счет ингибирования действия основного макрофагального химакина CCL2. Поэтому SICLP в данном случае является потенциальным терапевтическим белком, а YTI-39 является потенциальным мишенью для антительной терапии, для того, чтобы снизить вероятность метастазирования после неоадъевантной химиотерапии. Вот такие мы сделали выводы. Теперь мы попробуем развить эти идеи таким образом, чтобы они дошли до клинического применения, что очень непросто, но над этим мы работаем. Мы работаем над антителами YTI-39 и над очищенными препаратами и способом нанесения SICLP в опухоли. Мы готовы к коллаборации на этапе анализа ассоциации этих белков с развитием опухоли в различных спектрах онкологии. Потому что мы посмотрели пока только рак родии. Мы сейчас занялись колоректальным раком. Поэтому новые белки, интересные функции, мы открыты для совместной работы. Я бы хотела на этом этапе поблагодарить сотрудников, которые сделали основной вклад в эту работу. Это моя группа. Здесь Тенг Фей Лио и Шуи Пин Джин сделали диссертации по поводу YTI-39 и SICLP. Владимир Лябов очень много работал над опухолиосырными макрофагами. Я бы хотела поблагодарить отделение дерматологии, где работа по поляризации макрофагов была сделана и по дифференцировке их различной фенотипы под руководством Сергея Бёрта. И в этой работе участвовали Кайшлицевский и Алексей Крачёв. Также я бы очень хотела поблагодарить коллабораторов из Томска. И здесь я приношу глубочайшие зрители. Я не написала имя Надежды Викторовны Черденцевой. Видимо, для меня настолько очевидно, что мы делаем эту работу вместе, что указала я сотрудников. Это Николая Литвякова, Марина Завьялова. Ирину Родионову. Я бы хотела поблагодарить также еще большое количество сотрудников, которые внесли вклад в возможность анализа клинического материала. Наши финансовые источники были из европейских источников и РНФ. Спасибо вам большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Есть ли вопросы? Да, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень интересно. А скажите, как вы называете хитиназоподобные белки? А на самом деле у них хитиназная функция-то есть настоящая? Хитин они ферментируют? В том-то и дело, что к этому семейству с гликоэтиндоменами относятся хитиназы настоящие и хитиназоподобные белки. Хитиназы имеют каталитический домен. У хитиназоподобных белков вырождены две аминокислоты этого каталитического домена. И они практически не могут, гидролитической активностью они не обладают. Но при этом они лектины. То есть они связываются с сахарами. Спасибо.